Красно-белый Новый год под таким названием во дворце спорта «Триумф» прошел традиционный футбольный фестиваль. Воспитанники школы «Спартак» показали, чему они научились и посоревновались за высокие титулы. За юными спортсменами наблюдали и мы. Матч, где нет проигравших. Уже третий год представители футбольной школы «Спартак» устраивают для своих воспитанников праздник спорта. Турнир по мини-футболу – еще одна возможность встретиться на поле и посвятить игру наступающему Новому году. Цель и задача таких турниров – это прежде всего зажечь искорку в глазах детей, дать им возможность проявить себя на футбольном поле. Ну и безусловно, это игровой опыт, который очень важен. Ну и тем не менее, очень важно, побимо процесса обучения, дать этот еще и футбольный праздник, который, собственно говоря, у нас и получается делать. 25 красно-белых команд. В основном – воспитанники люберецких отделений «Спартака». В гостях – спортсмены из Балашихи. Награды и подарки ждут каждого юного футболиста, независимо от результатов. А вот за номинации «Лучший игрок матча» и «Лучший дриблер» надо побороться. Мы выиграли, первое место заняли. Во вторник, в четверг всегда мы тренируемся. Хорошо все. У нас все лучшие. Я им желаю самого лучшего, чтобы они добили своей мечты и пусть у них все чемпионаты были первое место. В городском округе Люберца открыто 8 отделений футбольного клуба «Спартак». Они расположены на базе школ и гимназий. Всего спортивное сообщество объединяет около 600 детей. В следующем году запланировано открытие еще двух филиалов футбольной школы. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.